всем привет сегодня у нас на ремонте sds max перфоратор makita hr 5001c модель 11 года выпуска 7 месяц значит жалоба какая замена ствола здесь будет потому что износились уже шлицы на самом стволе то есть бур или пика неважно здесь должны быть в стволе внутри шлицы они слизались и проворачивается внутри плюс по со слов клиента еле-еле вытащили бур попробуем часа включить сам перфоратор вращается режимы переключаются попробуем вставить еще раз получится просто попробовать хотя бы сам удар удар у нас есть приличные это хорошо возможно здесь еще на бойке целые прокладки второпластовые потому как эти прокладки на сегодняшний день очень дорого стоят ну и плюс сделать полную профилактику нужно перфоратору потому что он отработал большой срок то есть сами понимаете ствол износился я думаю ремонтов у него не было поэтому разбираем для начала снимем ручку чтобы она нам не мешала снимем со ствола колпачок колпачок у нас будет под замену снимаем кожух все это будем мыть пружину протрем далее здесь идет стопорное колечко вот как раз для таких стопорных колечек необходимо это называется кольцо пружинное необходим стоп съемник пружинных колец которого у меня нет ну многие это и отвертку так снимают можно это спокойно сделать ничего страшного произойдет но просто со съемником это делается намного быстрее съемник можно конечно сделать самостоятельно либо приобрести приобрести хочу от компании книпикс или нвс но у них стоимость очень дорогая от 5000 сейчас по моему даже уже 8 стоит но это намного ускорить работу колечко плюс вот здесь еще одно такое же кольцо большое для него тоже нужно такой же съемник не вот такой а именно съемник пружинных колец поэтому будем зарабатывать на съемник ну либо буду придумать нужно будет внести в список необходимых вещей вот видите здесь вот такие острые концы за них как раз этим съемником легко цепляйся и снимаешь делается такой съемник можно сделать из вот такого таким образом обрезаем вот эти части вот до этого места где они вместе соединяются вот так стачиваем вот эти грани максимально поближе и в гранях сверлим небольшие не отверстия не сквозные отверстия просто над сверливаем либо кернем чтобы потом вот это колечко вот так сюда заходила и мы им работали то есть сделать можно самостоятельно далее патрон разбирать не так удобно поэтому необходимо снять вот этот верхних кожух поэтому мы пока перейдем к другой части разбора снимем щетки а также заднюю крышку для того чтобы открутить колпачок щетка держателя всегда подбирайте правильную отвертку не используйте отвертку со шлицом меньше чем вот эта прорезь иначе вы просто сломаете его просто ищем подходящую вот прямо идеально подходит вставляем и крутим если вы будете откручивать какой-нибудь маленькой отвертку типа там вот такой ну просто она вырвет и сломает аккуратно поддеваем щеточку смотрим состояние щеток щетки еще 155 принципе в хорошем состоянии сразу не переворачивая снимем нижнюю крышку крышка не снимется нужно снять еще заднюю часть поэтому пока перевернем другую щетку визуально перфоратор в таком в хорошем состоянии потому что им работают люди они дебилы я знаю этого человека человек занимается электромонтажными работами имеет свою фирму и у него работают парни одного из них я знаю работал как то вместе так что пацаны привет вам откручиваем шесть болтов шестигранной головкой откручивают специально только у меня есть это крутили и аккуратно снимаем заднюю крышку и снимаем вот этот беринги контактик придерживая при этом контроллер контроллер не прикручен все крышку сняли видите как внутри все чистенько снимаем нижнюю крышку тоже поглядите принципе почти чисто теперь нам нужно открутить крыльчатку здесь у нас гайка как это сделать ключом у вас делать вряд ли это получится здесь нужен импакт вот головка на 13 самый дешевый импакт стоп 6 и откручиваем придерживаем пальчиком за саму крыльчатку и крутим все спокойно открутилась снимаем кольцо гайку ну а крыльчатка здесь подклинила возможно ее сейчас не получится снять ну вот сюда кияночкой какой-нибудь резиновой либо медным молоком возможно придется немножко стукнуть либо прессом тогда освободим эту часть либо когда потянем за саморотор она снимется можно конечно попробовать и отверточкой отсюда но в таком случае можно повредить и крыльчатку и вот эти вот грани самого корпуса поэтому так делать вот так вот не советую делать вообще если даже и делать то с двух сторон обязательно но видите прилагая небольшие усилия ничего не происходит поэтому этот момент мы пока оставим не будем как говорится портить корпус теперь нам нужно снять переключатель вот переключатель здесь нужно будет заменить видите в каком он плачевном состоянии чтобы снять переключатель необходимо поставить его в нейтральное положение вот на ноль это положение для того чтобы можно было менять положение зубила то есть в этом положении рукой можно свободно крутить ствол и ну можно поддеть в инструкции вообще указано что необходимо резким ударом киянки ударить сюда вот сюда подденем отверточкой и наш переключатель свободно снимается вот такой грязненький пыльники обычно он всегда меняется потому что здесь изнашиваются вот эти зацепы 33 здесь они кстати еще таком нормальном состоянии и плюс еще из опыта знаю изнашивается вот этот пептик вот видите на нем есть износ должен быть полностью круглый он отсюда извлекается есть небольшой износик конечно лучше поменять этот выключатель тоже разбирается вот этот пин вытаскивается отсюда можно будет ввезлить пружину и вот этот рычажок уже здесь протёрся здесь уже видно отверстие сквозное поэтому его мы будем менять по-любому кроме наверное вот этой части этот пептик оставим ты эту оставим и пружинку оставим на этот поменяем теперь нам нужно снять вот этот здоровенный кожух но для начала необходимо открутить здесь винты открутили чуть-чуть нужно выдвинуть вниз аккуратно вот здесь видите он ни разу не разбирался обычная когда в сервис приносит вот эти вот части они все поломаны и потому что в это место всегда обычно стучат таким ведь обычным молотком поэтому делать это нужно очень аккуратно вот видите у нас двинулась и уперлась вот в эту часть и мы можем скорее всего сейчас снять эту крышку все сняли теперь нам нужно отверточкой вот здесь поддеть для того чтобы в этом месте у нас ничего не задевало все сдвинули отвертки можно убрать видите она зашла на кольцо и и теперь потихоньку можно как с этой стороны постучать так и с обратно опа начало сниматься тянем на себя извлекли оно тяжело снимается из-за того что если мы посмотрим вот здесь грязь мусор смазка сюда попадает и как видите у нас и патрону здесь патрона передняя часть корпуса она вся вот в этом мусоре смазки данный момент она снялась очень легко чтобы понимали тяжело бывает намного сильнее тяжело ее снять иногда по ней стучишь стучишь она не снимается поэтому часто они эти корпуса с этой стороны у многих поломаны в данном случае нам удалось снять видите все идеально целое даже не помятая не погнутая как и нужно ослабляем вот эту пружину и снимаем ее можно сразу все снять но я сниму только пружину пружина это имеет свойство изнашиваться но мы ее помоем и посмотрим в конце состояния снимаем муфту далее снимаем вот этот вот пин и он кстати в хорошем состоянии на удивление при том что при том что держатели ствола или так называемые яйца одно они потеряли а второе вот есть но он изношен теоретически можно оставить но лучше поставить сразу новый так как будет новый ствол ну и последнее снимаем эту шайбу теперь вытрем сальник перфоратор реально ни разу такое ощущение что не разбирался это видно по состоянию этого сальника потому что когда его снимают его здесь ковыряют вечно вечно он покоцанный расковыренный корпус покоцанный не знаю почему если здесь есть если вы присмотритесь вот один шлиц под отверточку и с другой стороны второй почему нельзя взять две отвертки плоских и аккуратненько вот так оп и все и снимаем вот абсолютно целый не покоцанный здесь у него прокладочка стоит далее внутри ствола точнее внутри корпуса имеется стопорное кольцо большое здесь уже понадобится обычные съемники стопорных колец вот такого плана извлекли теперь вот эту всю внутреннюю часть нам нужно вытащить но вытаскивается она очень тяжело ну либо в тиски зажимаем весь корпус вот за эту часть сюда вставляем какую-нибудь распорку о кстати выпал второй держатель вставляем распорку клин ключ не важно и бьем в эту сторону вот таким образом ну не так конечно в тиски надо зажать и ствол у нас выйдет можно держать можно держать за ствол и стучать вот сюда но нежелательно сразу говорю если будете бить молотком вот эта часть погнется покоцается и будет некрасиво можно вот в эту часть производить удары опять же либо деревянной киянкой либо резиновой ни в коем случае не железным молотком для того чтобы как бы в тисках меньше вес облегчить процедуру можно пока это процесс снятия ствола и всей вот этой стволовой части оставить и разобрать редуктор сам поэтому рассоединяем эти две половинки для этого сейчас откручиваем 1 2 3 4 5 6 6 болтов для начала чтобы они легко откручивались вообще это в инструкции по ремонту всех инструментов макита указано все болты большие шестигранной головкой необходимо сначала ослабить с помощью шестигранника вручную и только потом использовать всякие импакты или шуруповерты можно вот так как раз сейчас вот эти винты два я не откручивал чтобы корпус редуктора не раскрылся а снимаем чисто двигатели вот о чем я говорил вот сюда кияночка аккуратно и крыльчатка уже приподнялась можно попробовать вот этот способ теперь можно снять корпус электрики со статором статор визуально в отличном состоянии продут здесь и все состояние ротора подшипник в плачевном состоянии то есть вовремя обратились возможно может там уже шестерни выработаны нижний подшипник тоже хлам ну лифта нет но он сухой самого износа на ламелях почти нет ну есть но незначительный поэтому откручиваем далее вот эти два болтика ну и теперь раз отсоединяем две половинки и смотрим состояние редуктора делается это просто аккуратными такими движениями и сняли визуально вроде бы червяк в хорошем состоянии и разбираем внутренности нашего редуктора смазку мы менять будем полностью поэтому все естественно будем мыть снимаем шестеренку когда эта шестеренка долго работает здесь остается аж след ее можно перевернуть и она проработает еще хотя она не износа ну я вижу здесь износа механики нет даже вот эти целые целые вот здесь у нас вставлен тоже пин аккуратненько его вытащим его его нужно не потерять вот подшипник нужно менять верхней еще более-менее но вообще конечно подшипники дело такое вы видели на роторе уже полностью изношены здесь один изношен как вы думаете стоит оставлять вот этот один подшипник вот этот только вот да он будет дорогой скорее всего можно и оставить часто поломана вот эта часть здесь же она ну просто в отличном состоянии переключалку эту часть мы разберем в дальнейшем чтобы снять подшипник чуть попозже теперь нам нужно извлечь опа они сами выпали и шестерня здесь у нас все отлично шестереночка отлично все в моечку чтобы снять кривошип здесь нужно протереть и здесь у нас стоит стопорное кольцо снимаем стопорное здесь еще бывает такой момент что сам подшипник он крутится вот в посадочном вот этом месте своем это не есть хорошо здесь в данный момент все у нас отлично чтобы его вытащить используем киянку такими движениями постукиваем видите он сам выходит выходит и сняли здесь колечко металлическое подшипник и кривошип подшипник подшипник в идеальном состоянии откладываем теперь нам можно с помощью шестигранника но это можно сделать было в любое время у меня такого большого наверное нету ну вот шестигранника у меня нету и мы столкнулись с небольшой проблемой как ее мы решим попробуем сейчас это сделать другими методами беру два шестигранника и откручиваю как говорится из любого из любой ситуации всегда можно выйти крышка откручена и при этом не повреждена также и затянем ее здесь резиночка на ней она в нормальном состоянии возьмем вот эту часть здесь вот этот пин вытаскивается можно снять вот эту шестереночку нужен съемник сняли и поднимаем здесь сверху шестерня шайба и еще одна шайба под шестерней вот они все здесь больше ничего нет кроме смазки нет по моему еще вот здесь есть шайбочка вот в этом месте внутри должна быть шайба да вот она вот я ее снял чтобы вы понимали я разбираюсь сейчас без схемы просто по памяти так как такой перфоратор ну я много раз разбирал достаточно количества чтобы выучить уже все наизусть здесь обязательно проверяем состояние ну мы когда помоем будет видно состояние игольчатого подшипника и также сальника чтобы извлечь ротор его нужно выпрессовать будет сейчас на прессе ротор извлекаем очень аккуратно вообще это лучше сделать съемником большим вот в эту часть поставить сюда давить но за неимением такового вот так установил распорки делаем это очень аккуратно то есть в принципе он то легко выйдет подшипник но если пойдет что-то не так это нужно почувствовать чтобы не сломать пополам этот корпус потому что корпус стоит больших денег и по-моему его даже сейчас не найти поэтому подвигаем пресс максимально диска и потихонечку видите пошло все без проблем все отлично ротор вообще супер состояние так сольник выпал сейчас выпадет подшипник есть с помощью как я показывал киянки и ударов в эту часть удалось извлечь стволовую часть внутри у нас остается ударник шестерня и цилиндр цилиндр конечно же желательно тоже извлечь но судя по состоянию самого перфоратора и потому как он внутри отлично держится я этого делать не буду там вообще обычно меняются резиночки но видно перфоратор в идеале мы просто его помоем доставать не будем а может и достанем так так шестерня помоем ее посмотрим состояние резиночек помоем посмотрим пружинка кольцо боёк или ударник для того чтобы здесь у нас как бы в отличном состоянии все можно 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 извлечь боёчек и посмотреть состояние его прокладочка прокладочки они они в идеале и это супер это просто отлично поэтому мы его вытрем и все это все мы откладываем в мойку чтобы не мешало наша задача сейчас снять ствол чтобы снять ствол нужно снять этот подшипник чтобы его снять нужно снять вот это стопорное кольцо здесь тоже нужен съемник пружинных подшипников какого у меня нету но воспользуемся таким и отверточкой неудобно но можно обойтись пока временно кольцо сняли теперь подшипник этот должен нужно извлечь видите у него здесь подшипник кстати в нормальном состоянии подшипник его нужно спрессовать подшипник сняли подшипник идеальный его помыть можно он открытый подшипник 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 дали снимаем вот эти части все здесь у нас прокладочка две шайбы металлических так часто вот эти части почему-то ломаются но в данном перфораторе оно все в идеале пружина обычно вот здесь раздолбана но здесь кстати есть чуть-чуть износ поэтому наверное ее закажем от переключения но помоем лучше будет видно что здесь у нас чтобы извлечь ствол нам нужно вытащить вот здесь четыре пина шпильки там бочоночки стоят для этого нужен магнитик или намагниченная отвертка слабенький опа вышел есть теперь извлекаем ствол просто так сделать теперь нам нужно разобрать вот эту муфту подшипничек я уже снял съемником обычным для подшипников а здесь не просто простая система здесь вот если покрутить раз это начинает ездить туда-сюда если крутнуть раз она внутри и вот нам нужно вот так выдвинуть и снять вот здесь стопорное колечко вот это короче сделать это просто берем съемник поддеваем стопорное кольцо и как только мы его раскрываем раскрываем нажимаем нажимаем пальцем на шкив нажимаем пальцем на шкив и все разбирается смотрим здесь ни в коем случае не потеряйте стопорное стопорное вот здесь видите вот здесь видите круглое отверстие там стоит маленький пиночек вот он его можно потерять поэтому мы его отложим отдельно остальное ну здесь вот такие штучки маленькие сейчас будем все отмывать и мыть и снимем сейчас подшипник все извлекли отшипник идет болтается не сильно конечно но следует поменять как бы срок у перфоратора большой подшипники лучше поменять единственный который мы не будем трогать это самый дорогой подшипник это вот этот он вообще он крутится туго как как новый считай а и вот этот мы поменять не будем который на стволе он тоже не дешевый посмотрите в каком идеальном состоянии байок находится прокладки мы эти тоже менять не будем они очень хорошее состояние потому что одна такая прокладочка стоит под 3000 рублей сейчас дефицит причем их все моем ну а теперь дефектовка что мы будем менять сам ствол причем ребят на стволе шлицы еще более-менее есть здесь просто разбила вот это вот отверстие и сюда вот эти туда раз и провалилась поэтому их тоже вместе со стволом вот эту ручку с наклейкой потому что она стерлась там отверстие уже это пыль будет внутрь попадать вот эту часть потому что вот он износ ее ответная часть она получается вот эту толкает здесь уже он ямочка выработалась не критичная конечно но один раз туда залазим несколько лет лучше поменять сразу естественно прокладки поршня и ударника это тоже с ударника это прокладка со ствола вот отсюда подшипники все кроме больших то есть подшипник криво шипа мы не трогаем и подшипник здоровый ствола остальные все это вот подшипники ротора и два подшипника на предохранительные и колпачок принципе все остальное все здесь очень офигенном состоянии ну и новая смазка естественно все ждите вторую серию по сборке всем спать на этом всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока